Около тысячи муравленковцев имеют долги по разным налогам. Суммы разные, от нескольких десятков тысяч до полумиллиона рублей. Злостных неплательщиков судебные приставы навещают на дому и вручают им повестки. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа. Судебные приставы провели очередной рейд по налогам. По закону возможен арест в виде транспортного средства, а в случае неуплаты автомобиль могут изъять и отправить на реализацию. Если должник продолжительное время не погашает налоговые задолженности, то у него могут в качестве компенсации изъять транспортное средство. На машину накладывается арест, у владельца изымаются документы и после этого автомобиль отправляют на торги. Суммы налоговых долгов у муравленковских неплательщиков разные. Одни задолжали государству 20 тысяч, другие – почти полмиллиона рублей. Сегодня нами был проведен рейд по взысканию налогов. Ввиду рейда мы также установили некоторых должников, вручили им повестку для явки судебного пристава. В повестке у нас указаны дата и время, когда нужно явиться к приставу. При неявке к судебному приставу будет составлен протокол по 17.14 на должника. За время рейда приставы посетили несколько квартир. В этом случае неплательщик находится в отпуске. Повестку вручили членам семьи. В другом случае должника в квартире не оказалось. По словам соседей, гражданин переехал. Приставы едут на предполагаемый адрес должника. Во дворе находят автомобиль неплательщика и оставляют ему повестку. Некоторых должников не получилось установить по адресу. Соседи нам дали информацию о том, что кто-то находится за пределами Российской Федерации, кто-то находится вообще не в городе. Будут проведены некоторые мероприятия для взыскания налогов. Всего на исполнении в службе судебных приставов сегодня находится около тысячи дел по налоговым долгам. А между тем в России началась очередная кампания по уплате имущественных налогов. Граждане начали получать соответствующие уведомления. В сроках погашения до 1 декабря. Иначе начнут начислять пени. Если вам не пришло бумажное налоговое уведомление, то следует обратиться в налоговую службу или завести личный кабинет на сайте ведомства. Дарья Диатульна, Сергей Лукович, Новости Муравленко.